Приветствую, друзья! Противостояние в Украине продолжается и сегодня на Международном фронте Российская Федерация имеет как минимум несколько побед, но о них чуточку позже. Ну а сейчас коротенькая сводка с фронтов, потому что российские войска все ближе подходят к городу Славянск и, конечно, уже вплотную приблизились к городу Северск. А в это время такой персонаж как Гайдай, это, как известно, ставленник Зеленского по Луганской области, который сейчас находится полностью под контролем Российской Федерации. Ему настолько понравилось жить в эфирной сводке различных СМИ и телеканалов, настолько все-таки ему засветили в голову всевозможные софиты и так далее, что этот персонаж продолжает делать различные заявления, как будто и Луганская область находится до сих пор под контролем ВСУ. И эти комментарии все больше уже похожи на сводки госпожи Денисовой, которая рассказывала такие басни, что вот просто, знаете, насилует всех налево-направо. Такая же история теперь случилась и с Гайдаем, который рассказывает, что россияне расстреливают всех налево и направо. Сам он, конечно же, не видел, потому что он там не был, он, как говорится, в секретном месте, где-то далеко, а вот рассказывают на полном серьезе. Ну а в это время российская армия все больше проходит вглубь территории уже Донецкой области и все-таки на пути российской армии встречаются различные трофеи. Давайте посмотрим. Получается, что украинская армия настолько стремительно отступала, что даже не смогла захватить те вот боеприпасы, которые так активно поставляли Соединенные Штаты Америки самолетами. И все вот эти тонны боеприпасов, по сути, остались лежать в лесопосадке. Причем помимо гаубичных снарядов, конечно, попадают в руки российской армии и, конечно, у украинцев, которые воюют в российской армии сейчас, очень много других различных трофеев. Вот, например, автомобиль Хаммер. На этом фоне также постоянно в небе на границе с Украиной и Россией и, конечно, в Черном море постоянно круглосуточно дежурят различные разведывательные самолеты, которые сканируют вглубь всю территорию Украины и, конечно, сливают все данные вооруженным силам Украины. Сейчас, по сути, на украинскую армию работает вся группировка спутников, как американская, так и британская, ну и многих других стран. И мы видим, что все эти спутники являются фактически военной инфраструктурой, которая в режиме реального времени предоставляет данные и о целях, и о других дислокациях российских войск. И это, говорится, напрямую свидетельствует о том, что на самом-то деле противостояние идет совсем на другом уровне. То есть, Третья мировая, она уже идет вовсю, просто она идет пока еще не ядерными методами. Ну, а что касается международных побед Российской Федерации, так это, конечно, ставка Бориса Джонсона и всего его основного правительства. И здесь нужно отметить, что, безусловно, пока там в Британии будет твориться небольшой хаос, кто там будет воевать за должности, кто там будет вести какую-то внутрипартийную или партийную борьбу, то это, конечно, очень существенно ослабит контроль британцев над Украиной. Зеленский на этом фоне в свойственной ему манере уже рассказывает о том, что ни в коем случае британская помощь Украине не иссякнет, и она будет и дальше литься, как из рога изобилия. И Британия вместе с Соединенными Штатами Америки продолжат напрямую платить зарплаты и украинским военным, и украинским чиновникам. В общем, как говорится, нечего переживать. И Зеленский тут прав только отчасти, потому что, конечно, украинская армия, украинским чиновникам и дальше продолжат платить кредитными деньгами из-за границы, которые будут отдавать простые украинцы несколько поколений, если все-таки продолжат играть в игру Зеленский президент. Но, тем не менее, нужно отметить, что с учетом того, как в Соединенных Штатах меняются президенты, а на самом деле политика не меняется, можно примерно такого же ожидать от Британии. И мы, скорее всего, будем наблюдать некую внутреннюю борьбу, но, тем не менее, в общем, политика Британии останется, как и прежде. Поэтому отставка Бориса Джонсона – это всего лишь тактический успех Российской Федерации по дезорганизации рядов в британской элите. Также еще одна неожиданность ждала сегодня украинский МИД, который недавно заявил, что Турция арестовала российское судно якобы с украинским зерном, и уже, можно сказать, и следующий будет суда арестовывать. Но, по факту, сегодня уже Турция заявила, что никакое судно никто не арестовывал, а расследование, которое Турция начала в отношении груза одного из судов, то оно закончено, нарушений никаких не найдено. Поэтому украинскому МИДу ничего не оставалось более, как выразить протест в социальных сетях, что, собственно, мы все и увидели. Также еще одна тактическая победа по версии западных журналистов уже присутствует у России на полях Европарламента. И потому что этот орган уже европейский признал, что газ – это все-таки относится к их зеленой энергетике. Никакие ограничения на поставки российского газа накладывать никто не планирует. А это, как отмечают западные журналисты, просто подарок Путину, потому что объективно спрос на российский газ падать не будет, и наоборот, будет Европа делать все возможное, чтобы эти поставки газа российского нарастить. Причем в Европе складывается такая ситуация, когда уголь Европа себе запретила, потому что это, конечно, не зеленая энергетика, а уже цены на газ настолько подпрыгнули, благодаря, конечно, эти российские санкции, что уже практически европейцы вынуждены платить цену аж в 2000 долларов. В общем, такие цены на газ Европу склоняют к мысли, что все-таки с Россией нужно сотрудничать, и санкции – это, как говорится, не панацея, а только усугубляет ситуацию как в Украине, так и в мире. Причем Европа смотрит, например, Соединенных Штатов Америки, там, где Байден заявил и потребовал от топливных компаний, чтобы они срочно снизили цену на бензин, ну а топливные компании в ответ просто Байдену поулыбались, и цены, конечно же, не снизили. Такой яркий пример, он все-таки прямо дает понять европейским политикам, что когда обращаются даже лидеры стран Соединенных Штатов, Европы к различным капиталистам, то капиталисты – это такой народ, который, если не видит прибыли, он тогда вообще ничего не слышит. И поэтому, если речь идет не про прибыль, то тогда что американские политики, что европейские, могут говорить все, что угодно, но капиталисты слышать их не будут. Но тем временем на границе с Украиной начинают происходить очень интересные вещи, которые попахивают серьезным международным скандалом, потому что, как оказалось, пограничники не пропускают через границу, если у украинца есть два паспорта. Пограничники начали вычислять украинское гражданство у мужчин, которые пытаются выехать за границу по паспортам иностранных государств, после чего отказывают им в выезде. Как известно, сотни тысяч украинцев, особенно на западных областях, имеют по два паспорта. Но это в основном польское, венгерское, румынское гражданство и так далее. И, конечно, все эти люди для того, чтобы без проблем пересекать границу, пользуются заграничным паспортом, как, условно, граждане другого государства. И теперь всю эту лавочку норовят вот эти украинские пограничники прикрыть. Пограничник увидел, что у меня украинская фамилия, пробил ее по базе пересечения границы, и обнаружил, что человек с таким же именем и фамилией, а также датой рождения, пересекал границу по действующему украинскому паспорту. После чего мне было отказано в выезде, говорит очевидец. То есть, получается, сам Зеленский сейчас просто заставляет граждан Украины, у которых есть украинский паспорт, просто написать отречение от своего украинского гражданства, иначе его просто не выпускают. На самом-то деле, например, если у гражданина польский паспорт или румынский паспорт, есть еще и украинский, то по факту это жители, условно, Польши и Румынии. И его не имеют права Зеленский, ни пограничники не выпускать. И здесь мы сталкиваемся уже с международным прецедентом, когда, по сути, поляков, румын и так далее просто тупо не выпускают с Украины. Получается интересная закономерность. Вроде как у украинец, который получил в Польше, например, паспорт, он считается, получается, в Польше жителем второго сорта. И то, что у него есть польский паспорт, это ни о чем не значит. Потому что, если бы действительно польского гражданина просто не впустили в Польшу через границу Украины, то тогда бы это был международный скандал, и тогда бы МИД просто отреагировал, и польское правительство сделало бы гневные заявления. А так мы видим, что если, получается, у поляка есть украинский паспорт, то на этого поляка правительство Польши и МИД Польшу просто тупо не обращают внимания, как будто это, условно, знаете, уже не поляк. Друзья, перед очень важной темой, коротенькое объявление, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда я выкладываю больше, гораздо видео, чем могу выложить в ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Ну а мы переходим к теме американского еврейского комитета. Есть такая организация в Соединенных Штатах, в которой обращался Зеленский, причем достаточно недавно, но тем не менее прошло много времени с того, чтобы все-таки сейчас начинать разбираться, а что же это такое американский еврейский комитет, и почему Зеленский к нему обращался. Давайте просто я вам напомню, как это было. Подготував звернение до американского еврейского комитета, сегодня в Нью-Йорке начался глобальный форум, который организованный комитетом. Получается, эта организация сделала глобальный форум, на котором выступал Зеленский, и вот они даже выложили на своем сайте то, как выступал там Зеленский. Но давайте послушаем, что же Зеленский просил вот этого американского еврейского комитета. Это одна из наиболее впливовых структур, которая очень помогает просвести решения для нашего защиты. Если на русском, то получается, еврейский комитет, этот американский, помогает продвигать решения для защиты Украины. Давайте дальше послушаем, в чем же это заключается, какие решения продвигает этот американский еврейский комитет. Закликав их еще подвоить, и с усиллями, чтобы мы получили больше современной оружии, больше финансовой поддержки для нашего государства, То есть, получается, Зеленский у этого американского еврейского комитета попросил деньги и оружие. И согласитесь, если бы все-таки этот еврейский комитет, американский, не предоставлял денег и оружие, то тогда бы Зеленский, наверное, и не просил. Потому что Зеленский выступает много, например, перед студентами различными на экономических форумах, и там он почему-то деньги и оружие не просит. А в случае с американским еврейским комитетом почему-то просит деньги и оружие. Хотя по факту в Википедии написано, что это просто правозащитная организация, еврейская. И получается странная история. Вроде организация правозащитная, а Зеленский президент страны, который обладает массой информацией, разведки, все дела, на него работают. И он же понимает, что организации предоставляют либо правозащитную помощь, либо деньги и оружие. И, собственно, логически тогда я задал вопрос. Друзья, если все-таки вы, как американский еврейский комитет, не причастны к финансированию и поставкам вооружений, то будьте добры, опровергните слова Зеленского на своем официальном сайте. С учетом отсутствия опровержения со стороны американского еврейского комитета заявления Зеленского, то мы сделаем логический вывод, что действительно американский еврейский комитет поставляет в Украину и деньги, и оружие. С учетом таких хитросплетений, то, конечно, к этой организации, американский еврейский комитет, нужно сейчас нам, общественности, повысить максимальное внимание. Ну а я со своей стороны сделаю ряд различных публичных запросов, и чтобы вот этот американский еврейский комитет рассказал и объяснил миру свою позицию в отношении того, что Зеленский у них просил оружие и деньги. И либо они должны признать, что Зеленский публично просто невменяемый человек, который у правозащитной организации просит деньги и оружие, либо все-таки эта организация изменила профиль и нереально финансирует различные режимы во всем мире, и, конечно, еще поставляет этим режимам различное вооружение. Но тем временем в Польше, оказывается, уже растет волна антиукраинства, потому что там уже поляки максимально жестко реагируют на любые действия украинца, потому что уже, как известно, в Польше их столько украинцев, что их очень много стало, и поэтому местное население уже возмущается и, конечно, вспоминает даже волынскую резню. Давайте послушаем. Оказывается, поляки помнят, что под различные вот эти бандеровские песни прекрасно бандеровцы расстреливали, конечно же, мирные польские села, и, собственно, это память никуда не исчезла, и теперь, когда вот уже украинцы приехали в таком количестве в Польшу, то теперь все вот эти, как говорится, направления опять расцветают буйным цветом. К чему это может привести, конечно, вопрос риторический, но, тем не менее, будем внимательно следить за этой ситуацией. Но, тем не менее, все-таки более опасная ситуация сейчас складывается у вооруженных сил Украины, потому что их, как известно, обучают канадцы, и этим канадцам разрешили уже официально носить юбки, различные сережки и прочие вещи. В общем, после таких новостей, я уверен, что солдаты ВСУ будут трижды думать, прежде чем идти к канадским инструкторам на различные тренировки по ближнему бою. Но, тем временем, так называемая служба безопасности Украины разоблачила очередных, знаете, персонажей, которые продавали натовское вооружение. И очень много успели продать. И вот на этих кадрах мы видим, что СБУ публикует прямо те партии оружия, которые не успели они продать. И если вот мы видим все-таки, что одних персонажей задержали, значит, мы понимаем, что есть и другие, и третьи, и десятые. Просто вот эти другие третьи и десятые делятся с СБУ, а вот эти не делились, поэтому вот этих персонажей СБУ арестовало. А так мы видим, что, по сути, вот это натовское вооружение, которое так активно завозится в Украину различными западными странами, то предприимчивые солдаты, собственно, конечно же, начинают задвигать налево-направо. Можно только предположить, что жители западной Украины все-таки в большом количестве сейчас закупают себе у военных вот это натовское вооружение, потому что понимают, что все-таки очень скоро может быть так, что польские войска ринутся на западную Украину. И, как известно, когда зайдут польские войска, то тогда у многих поляков окажутся документы на украинскую землю, которая раньше принадлежала полякам. И тех украинцев, которые сейчас там живут, на этой земле, они, получается, ну, по закону, опять же, должны каким-то образом исчезнуть оттуда. И это уже конфликт интересов. Поэтому натовское вооружение, различное противотанковое, жителям западной Украины может очень скоро понадобиться. И они это понимают. Но на остальной части Украины, как говорится, все без изменений. Потому что вот снесли очередной памятник к воссоединению Украины с Россией, трехсотлетию воссоединения. И, конечно, я бы все-таки вот этим местным чиновникам рекомендовал бы все-таки далеко этот памятник не отвозить. Потому что очень скоро, может быть, так получиться, что придется восстанавливать его своими силами обратно. Об этом жителям Переяслава, так вот, знаете, прозрачно намекают жители уже Мелитополя, в котором установили памятник советскому легендарному разведчику Судоплатову, который, как известно, очень серьезно уничтожал различное бандеровское подпулие. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я выкладываю все то, что не могу выложить здесь, на Ютубе. Ссылка в описании первым комментарием под видео. До скорого!